Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо большое, что пришли Сегодня ровно год Со дня смерти мамы И мы сегодня Вспомним Ее творчество Прочитаем стихи Статьи, посвященные ей Также ее Друзья исполнят Песни Посвящения В стихах И также прозвучат песни, которые Исполняла мама Вместе с Марианной На немецком языке Я очень благодарна Марианне За то, что Она Организовала Этот Вечер памяти И Сегодня Я надеюсь То, что Мы все Вспомним Маму И Все Спасибо большое Всем, что пришли Вот Сейчас Наталя Марианна Студа Я продолжу дальше Прократно вечера Да, год Как нет Оксаны Вместе с нами В это очень сложно поверить Кажется, что Она Куда-то уехала И отправилась В путешествие По путешествиям Она очень любила Она посещала Италию Германию Финляндию Но больше всего Конечно Оксана любила Россию Ее единственная книга Которая вышла При ее жизни Она так и называется Живя в России И я хочу Представить вам Статью О творчестве Оксаны Не только об этой книге Но и ее поэзии В целом Здесь вы можете Увидеть обложку Думаю, многим Из вас она дарила Эту книгу Интересно то, что С этой статьей Оксана Познакомилась Еще при своей жизни То есть мы Даже немного Работали над ней Единственное Что не хватало Каких-то выводов Кульминации И к сожалению Да, эта статья Уже вышла Посмертно В шестом Номере журнала Невский альманах Где мы сейчас С вами находимся В редакции Этого журнала Статья интересна тем Что Не только Литературоведческие Какие-то выкладки И Анализ творчества Оксана В ней Ее биографические Факты И факты Ее жизни Очень тесно Переклетаются Со строками Ее стихов Вот И Здесь Конечно Очень сильная тема Петербурга Которую она любила Оксана Дела экскурсии По городу Для Иностранцев И у нее была Авторская Своя экскурсия Практически уже готова Петербург Четвертый рим Также она хотела И назвать Свою будущую Книгу С таким Ярким Названием Вот С этой статьей Вы можете Познакомиться После нашего Вечера А желающие Могут Приобрести Этот журнал И как В память Об Оксане И О ее книге Вот Покажу Тоже здесь Портрет Оксаночки Такой же Как и нас Стоит Я думаю Что каждый из нас Что-то хочет Сказать об Оксане Что-то посвятить И я буду Предоставлять слово Постепенно Друзья А между этими Выступлениями Я буду приглашать Настю и Катю Они будут читать Стихи Оксаны Слово сказать В Петербурге Прошел очень Интересный проект Поэзия на остановках Это всероссийский Поэт 20 лучших Стихов Поэтов России Были выбраны Для публикации На остановках Петербурга И вот Одно из Стихотворений Оксаны Вы можете Увидеть На остановке Общественного Транспорта Возле метро Автова Если кто-то Из вас Будет в тех Местах То Обязательно Подойдите На остановку И прочитайте Очень приятно Что Стихотворение Оксаны Доступно Для чтения Многим Жителям города И конечно Такая Читательская Аудитория Она самая Широкая Вот И я бы хотела Приносить Сейчас для выступления Моей подругу Ирину Кузьмину Ирину Кузьмину Она поэт И художник Она не знала Оксану При жизни Но по моим Рассказам Познакомилась С ее творчеством Стихами И оказалось Что Очень много Общего Это и тема Германии Это и Музыка И стихи И мы бы хотели Сейчас исполнить Песню Которая Я думаю Будет Хорошим Таким Лучком Света И посылом Я думаю Что Оксана Нас будет Слышать Пожалуйста Игра Может быть Ты нам расскажешь Что-нибудь Об этой песне И О чем Она Понимает Эта песня В глуполоком языке Эта песня Называется Зори Дуваст Ты останешься Таким Какой ты был Ты останешься Здесь Таким Какой был Эта песня С очень глубоким Смыслом Эта песня О любви О дружбе О ценности Жизни И о том Что есть память Которая тебя Возвращает В те моменты И В общем На этой ноте Давайте Мы просто Послушаем Эту песню До сей Фюрди Деду Липс СОВИДУВАРСТ 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 Блядь СОВИДУВАРСТ Именно На войне СОВИДУВАРСТ На немецком Он назывался МЕЛОДИЯ СЕРТЦ МЕЛОДИЯ СЕРТЦ С Оксаной Мы знакомы Практически Десять лет Это был Март 2011 года И Один из поэтов Петербурга Игнат Споленский Пригласил нас Для участия В интересном Мероприятии Рок-группа Велосипед Играет Музыкальный фон А мы с Оксаной На нем читаем стихи Вот тогда Произошла Первая встреча После Я помню Вы сидели в кафе С видом на Икону Казанской Божьей Матери И Оксана Тогда мне Рассказала О том Что она Очень увлекается Немецкой поэзией Немецким творчеством Языком Переводами Один Переводит ритки И она Мне спела Несколько песен Из репертуара Сары Леандр Она мечтала Найти Аккомпаниатора Который мог бы Подобрать Аккорды Мечтала Выступать С этой программой В общем Эта мечта И осуществилась В течение Девяти лет Мы с ней Репетировали Выступали На многих площадках Петербурга А в феврале Прошлого года Даже приняли Поездку в Германию Где Оксана Представила Эту программу Коренным немцам Она очень переживала Как воспримут В общем-то Немцы Ее немецкий язык И Я скажу Что публика Очень тепло восприняла Многие люди Подпевали эти песни Узнавали их Буквально с первых нот Вот И это было Очень важно Для нее Было большим Стимулом И Она конечно Строила Большой план В этом отношении Вот И Я хотела бы Сейчас пригласить Еще раз Иру Кузьмину Она прочтет Несколько своих стихов По немецких городах Я думаю Что в этих городах Оксана Так же Бывала Вот Пожалуйста Простаял Простаяло Над Кельном Утро Январь Немного Холодит Здесь Сирень Ключей Хранитель Мудрый А мост Как ним И Немного Немного Замка Мне кажется Он Словно Лебедь Навстречу Плывет А кроны Деревьев Лежат У подножья Как Волны Остался Навеки Из белого Камня Исполнен Воистину Людвига Смелых Фантазий Полет А я Над ущельем На мостике Узком Стою Туристы Снуют Погрузившись В свои Объективы А там Нойш-Ванштайн И Баварский Ландшафт В перспективе И рядом Мой рыцарь Которого Очень Люблю А сейчас Послушаем Стихи Оксаны Я приглашаю На сцену Настю Или Катю Несколько Стихотворений Оксаны Мы послушаем Сейчас Как многие Из вас Знают Мама Провела Около Двуху Стихи Лет Старской Вселен То есть Очень Значительный Сейчас Жизни И Она там Работала И Началась Ее карьера Как гиде-приводчика Именно Вот Сообщение С туристами В парков Она очень Суть Суть Этого Города То есть Читаешь Стихи Мамы О Пушкине И Действительно Представляешь Всю Эту атмосферу Очень Тонкую Неуловимую Сразу Но Которая Действительно Эта атмосфера Существует Вот И Одно Стихотворение Так И Называется Царское Село Это 2000 Год Вот И Вторглась К душе Во владенье Прозрачная Осень Забросала Меня До Макушки Шуршащей Вествой Ветер Сизую Даль Охреные Охапки Уносит И Тоска Ледяная Накрыла Меня С Головой Протянулись Рядами Стволов Обнаженных Аллеи В исчезающих Клиниях Тревожные Птицы Витят Сквозь Сплетение Веток Далекое Небо Белеет Плавным Медленным Ритмом Объемлет Меня Листопад Здесь Дремучие Чувства Здесь Родина Царственной Лени Если Видели Вы Как Неспешно Плывут Облака И Усталое Тело Извечным Бронхитом Болея Удивляется Как В этом Городе Жизнь Высока И Еще Одно Стихотворение Стихотворение Его Поэзии Стихотворение Чёрную Чёрную Кровью Пылают Виски Смерть Обозначила Белое Жало Зря Ты Испанка Поэта Рожала Светлые Дни Выспевает Поэт В сумерках Жизни Его Уже Нет От Вороного Коня Стреножит Сердце Его Под Джасмином Положит Скорбная Лона Испанской Земли Глубь До которой Незеркие Корни Неудольствоженные Милей Чёрный Только Цыганские Песни Дашь Это Стихотворение Не все Наверное Его Слышали И видели Потому что Оно Очень старое И это 98 Год Архивы Вот Я Думала Что Я Ещё Потом Выйду Прочитаю Статьи И другие Стихотворения Которые Являются Частью Статей И Маминого Эссе Которое Она хотела Превратить Свою Экскурсию В Петербург Четвёртый Рим Всё Спасибо За внимание Поддержанная Тема Любви Оксана К Петербургу Я хочу Прочитать Несколько Тоже Четверостишей Как раз Из статьи Из двух Хоп И даются Выдержки Не только Из стихотворений Которые Опубликованы В книге Но и у Оксаны Есть очень много Неопубликованных Стихов И я верю Что со временем Они соберутся Книгу Которая В общем-то Будет достаточно Объёмной Зелёная Зелёная Листва Рассыпана Победка Как будто Бы Мазки Манэ Иль Писаро Она Вдыхает Жизнь В виниловую Клетку Царит Среди Домов И Рассвеченных Кристов Мой город Мой кумир Титаном Сотворённый Приветствую Тебя И знаю Наперёд Что будут Пламенеть Растальные Колонны Покуда Дух Петра В твоих Камнях Живёт Я хочу Пригласить Следующего Человека Который Прочитает Свои Посвящения Это гости Из Севастополя Елена Королкина Она Познакомилась С Оксаной Комичной В зимнем Книжном Салоне Который Проходил В 2019 Году У нас В Петербурге В этом году К сожалению Салона Не будет Но Елена Прибила Из Севастополя И Несколько Дней Мы Гуляли По городу Ходили По Книжному Салону Смотрели На Книги Издания И вот Елена Хочет Тоже Прочитать Несколько Стихов Которые Очень Близки К теме По духу Творчества Оксаны Мы Поснакомились В 2019 Году С Оксаной Как раз В книжном Лапе Писателей Где у нас В Ларианой Был вечер И да И гуляли По Невскому Потом И вот Эта идея Оксанина О Петербурге Четвертом Риме Она еще Прочла Тогда Свои Питерские Стихи Такие Очень Сильные На мой Взгляд Вообще Предельно Сильные Я Не помню Точно Но Вот Именно Какой-то 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 Я бы хотела Поддержать Вот эту Именно Оксанину Идею Петербург Четвертый Рим И вот Даже Ее Образ Сложился У меня Во второй Часть Это Третьиха Как образ Живиться Не вы Потому Что Все Таки Вот То Что Мы Там Гуляли И Она Вообще Даже Хотела Заехать Ко Много В гости В апреле Но Уже Все Какой Сейчас Вот Оно Получилось Петербург На стыке Аргумент Не Ганс Не Франц Но Питер По Образу Не Рим Не Подобно Но Как С любой Терресией Метаморфозами Метаморфозом Замысел Из тени Воплотил Из пограничья Топи И болот Из островов Из тех Кто Тварь Или гад Кто Полужив Или Полумерз На Грани Аргумент Не Русун И Не Год Метаморфоз Людей И Двойников Здесь Вызов Речи Тварью Ли Из Междуречья Или Ль Быть Гефтонгом Сочлененным Междуречьем В речи Метаморфозом Пья Жреца Невы И Быть Тебя Жрецой И Женицей Высоких Иных Голосов Слетающих Птицами Стикса Над Марсовым Полем Кружиться Хугином Мунином Длиться Требуемой Ауспицей Для Данних И Чуждых Богов Криками Стикса Уханел В ночь Перекрестье Рек Невой И Милек И Милек Душа Это Линии Рук Вдоль Тела У него Преснутый Сосуд Душа Это Голубь Тот Снежно-белый Козорого Бысь Несут Тема Царского Села Очень Близка К Сане Конечно Она Много Лет Прожила Там Я Хочу Пригласить Сюда Цирскоселку Тоже Поэта Блогера Расскажет Оля Усачева О том Сколько у нее Тоже есть Разных Талантов И Тоже Своё Слово Посвящение Оксане Всем Добрый день Нас Оксаной Связывают Не хочу Говорить Связывают Три вещи Это Это земля Царскосельская земля Я коренная Царская селка И Поэзия Оксаны О царском селе Очень мне близка Она Прекрасно Чувствует Душу города Профессия Я тоже Из мира Туризма Я экскурсовод Я вожу Как частные Экскурсии Так И по музею Заповеднику Царское село У нас есть Общий интерес И к немецкому языку И конечно же Поэзия Как и Оксана Я иногда тоже Переводила Стихи Немецких Поэтов Поэтому Очень много Между нами Все сплеталось К сожалению Мы не так Плотно Не так Часто Общались В нашей жизни Обычно Это были Выезды Концерты Оксаны Марианны Я например Прекрасно Помню Теплые Душевные Концерты В книжной Лавке Писателя Куда я Всегда стремилась Выбраться Из своего Царского селья Был совершенно Чудесный Потрясающий Концерт В Медоварусе Я это прекрасно Помню Такой душевный Такой теплый Потрясающий Был вечер В таком Роскошном Красивом Зале И наша Последняя Встреча Произошла Где-то Вот в ноябре Получается В ноябре Рокового 20-го Года Я приехала С работы Чтобы встретиться С Юлей Марианной Оксаной Поговорить О творчестве О поэзии И тогда Меня очень Дронули Слова Оксаны О том Что Вот стихия Русского человека Такая Достоевщина Сравнилась С Достоевщиной И она Сказала Мне Тогда Что именно Благодаря Немецкому Язычу Она В своей голове Все структурирует Как раз Таки Зашла речь О Германии Дело в том Что у меня По маминой линии У меня Немецкие корни У меня Моя мама Полуфинка Полунемка Так сложилась Судьба И как раз Оксана Сказала Это очень хорошо Что во мне Есть немецкая кровь Которая не дает Мозгам Погружаться В Достоевщину Вот эти слова Так прозвучали И потом После Многих трагических Забытий Эти слова Теперь Воспринимаются Каким-то Особым чувством Каким Вот Непередаваемым Что же Она хотела Этим сказать Она еще говорила О том Что ее настолько Погрузила Поэзия Рильки Что поэзия Рильки Ее буквально Засасывает Как воронка И если много Читать Рильки То можно Зайти с ума Вот такие У нее были Фразы Которые Я теперь Совершенно иначе Оцениваю После Тех Событий Вот Такая история Спасибо Я прочитаю Вывод Из перевода Оксаны Из Рильки Чтобы вы услышали Из перевода Оксаны Из Рильки Тебе не страшен Бурь и гнев Бывало и сильнее Бегут деревья Их побег Запечатлен в аллеях Тот От кого Они бегут Есть тот Кому бежишь И чувства Все к нему Влекут Когда во тьме Стоишь Я думаю Настало время Послушать еще Стихи Оксаны Да Кто-нибудь Прочтет Да Может Настя Еще несколько стихов А потом Снова Наше посвящение Вот послушайте Такие строки Закодировать русскую речь Не сложно В англицизму В картавящую Картечь Только этому сраму Конец положен Знать Что Волга Иначе не будет Течь Чем по руслу Пусть песен И слез Бурлатских Парагнинам Из холода И доски А она любила Наш родной холод И когда читаешь Ее строки Понимаешь Что даже Когда она пишет О бронхитом Простуженном городе Все равно Чувствуется тепло Любить Россию Грязной Больной Голодной Это тоже Является Свидетельством Очень глубокого Патриотизма Вот Ну послушаем Стихи Оксана Я тоже Хочу сказать Что у меня Много стихов Которые Мне очень Молодцы Все стихи Очень красивые И душевные Поскольку Сейчас мы Решили Затронуть Тему Именно Петербурга Именно Царского Села То Я выбрала Ну Те стихи Которые Больше Относятся Вот К Ее Любви К нашему Городу Вот Павловск Вот Дремучая Вода Вот Павильон Вольтер И Пруд Вери Венери Здесь Тени Прошлого Гуляют Иногда Нас Искушают В Верности И Вере Гонзага Роспись И Висконтьев Мост И Львиный Спуск Сбегающий К Славянке Здесь Мир Был Удивительным Рост Красив Без Отягощающей Изнанки А на Другом Туманном Берегу Таится Колонада Аполлона Я Убежать Отсюда Не могу Покинуть Это Сумрачное Лоно Есть В нашем Мире Тихие Места Куда В который Раз Приводит Память Пусть Жизнь Моя Давно Уже Не та Я Все Бреду Других Какая некая Константа Бытия Плыву В тумане Питерского Утро На мутных Окнах Тонкой Пыли Пудра Не Исчезающая От мытья Внизу Толпушка Быстрый Бег Машин И В ритме Человеческого Мира Эпохи Дышат Данте И Чекспира Сводя На Невские С неземных Вершин Так Стало Быть Возможен Диалог Не В комнате За книгой В переплете А на Свободе Той Что Залпом Бьете И Ловите В мелькании Рук И Ног И В доме Книги Я Хватаю Тон Несу Домой В Столетнюю Квартиру Чтобы Прочесть Усвоить А потом Отдать Толпе И Разнести По Мил И Последнее Вот Стихотворение Которое Посвящено Туристам Поскольку Мама Очень Так Скажем Душевно Относилась К своей Работе И Она Очень Любила Своих Туристов И Соответственно Туристы Очень Любили Тоже Ее И Восхищались Тем Как Она Рассказывает В немецком Языке Про Наш Петербург Туристам Моим С тоскою Мой Бедный Город Онемел И Львы Его Осиротели Грифоны Отошли От дел Атланты Умолились В теле Казанский Крылья Распростер И Ловит Жителей Случайных А Пестрый Люц Сметлив Хитер Сидит Себе В дешевых Чайных И Петербург Не узнает В его Амбициях Имперских Беднее Проще Стал Народ Кругом Одни Единоверции С Вкраплениями Мусульман А Иностранцы Протестанты Засели По своим Домам В тоске По белым Кораблям Нас Разделили Пополам Как мир Во времена Атланты И Я Лишившись Их Союза Бездельничаю Кофе Пью А ум И сердце Отдаю Желанием Приходливый Муз Есть известная фраза Что трещина Проходит по сердцу Поэта И Никто другой Как Оксана Остро не чувствовал Что Что-то происходит С миром Какое-то Внутреннее Охрушение Которое В общем-то Сейчас мы с вами Наблюдаем А я прочту Небольшой отрывок О теме Мегаполиса Которая тоже Красной нитью Проходит В ее книге В теме Мегаполиса Одной из самых Часто затрагиваемых Автор показывает Губительное влияние Городской суеты И суетности На человека Рита Петербург Представляется Как город Каменных пазух Обнадеживший душу Черствый идол Он умаляет человека Находясь на самом дне В помойках Больших городов Человек Довольствуется Самым низменным Полудостаточным Полусмех Полуздох Полустон И понятно С единого взгляда Что огромный Бетонный притон Наших душ Это все Что нам надо Огромный Бетонный Город Петон Посадил всех К квадратной клетке Комнат И не выпускает На волю Другому Петербургу Должен пройти Печи пуды Перелопатив Сейчас это будет Кстати Да У меня небольшая Мамина Статья Эссе Немного прозы И дальше Идут стихи Задумка была Что она хотела Вводить экскурсии И Вместе С чтением Стоит стихов То есть Проводить Чтобы вместе Гулять Петербург В туристами Рассказываем Концепцию Петербурга Как четвертого Рима И читаем Свои стихи Ее идея Петербург Четвертый Рим Духовник Василия Третьего Старинского Лафей Сказал Когда-то Первый Рим Пал Второй Рим Пал Имея ввиду Константинополь Третий Рим Стоял И стоять Будет Подразумевая Москву Но со временем Зажиточная Боярская А затем Барская Москва Отдала свои Прерогативы Строгому Департаментскому Петербургу Ставшему Полем Об экологических Свершений Силу Неиссякаемой Духовной Жажды Постоянно Ищущей Путей Утоления Гранитный Город Стал Камнем Предкновения Исторической Оленой Изыскания Человеческого Днения Жизни И Человеки Ну О чем Ее стихи Я полагала Ничтожуюсь Умяшися Что концепция Исключительно Моя И что творческие Изыскания Блока и Белого Только подводили К ней Однако Проходя по шестой Университетской Книги Я совершенно Спонтанно Решила зайти И о чудо Обнаружила Подтверждение Этой концепции У Петровского В книге Эрмитаж От Скифов До Кефера В разделе Посвященном Основателю Петербурга И символично Названо Сын Москвы Я помню Как мама Очень обрадовалась Когда она Нашла Подтверждение Концепции Мы с ней Встретились Вживую Или она Позвонила И она Сказала Что она Она была Очень Водушевлена Тем Что Она нашла Эту книгу Петровский Парадис Был не просто Образом Рожденным Радостным Энтузиазмом Цоля Строителя Это часть Символики Названия Города Парадис Рай Открываются Ключами Святого Петра В честь которого Назван Новый город Петр Открывает Парадис Два Петра И два Парадиса Небесной И земной Сливаются И перемешиваются В общественном Сознании Такая простая И гениальная Уловка Со смешением Имен Стала одной Из гарантий Живучести Имени Стойкого Ко всяким Испытаниям Города Хорошо Известно Также Что город Святого Петра Это Рим И поэтому Петровское имя Города Включает Его семантический Ряд И символический Спор Москва Третий Рим Для Петра Петербург Становится Четвертым Римом И не случайно Что архитектурная Ориентация Нового города Быстро передвинулась От Амстердама И Венеции К торжественному Риму Ансамбли Площадей И просторники Заменяли площади И холмы Рима И не только Рима Площади И реки Заменили Московские холмы Точно так же Можно говорить О передаче Эстафеты Порожденные Ходы Исторических Событий Рим Константинополь Москва Санкт-Петербург И далее стихи Которые как раз Относятся к циклу Петербург Четвертый рим Тебе нужна Огромная Россия А мне Границы Западных Держа Тебе Метель И снег Дожди Косые Хождение По лезвию Ножа А мне Гранит Покой И мысли Городость Поскольку Только так В быту Таком Я Петербург Постигну Рим Четвертый Того Петра Возвав Из катакомб Умолкли в небесах Архангеловы трубы И схожи на пути Гордыни мировой Угомонилась злость Идет война На уболь И улетает прочь Невидимый конвой Как хорошо понять Что мы всего лишь люди Простого естества Превосходить не сметь Но чувствовать И знать Что будущее Будет И расцветет Детьми Светилища Семей Как хорошо Творить И быть Судьбой Творимым И рассекать Пространство Нетронутую Тверть Свой город Возвратясь Назвать Четвертым Римом Где тот Библейский Петр Переупрямил Смерть Каждый день Как судьба Плодоносен Слезы памяти Льются с небес Петербургская Ржавая осень Заявляет Опять о себе Летний сад Примеряет Одежды Для раздумий И зябких Ветров Он Прибежище С зыбкой Надежды Неизменный Соратник Петров А ограды Его, как застава Вдрызг Крушащая Волны обид Гордость Сила Петрова И слава Облеченная В крепкий гранит Этот город Как камень основан Как твердыня В кучине времен Он мечта И молитва Петрова Воплотившийся В зодчестве Сон Сердце услышит Мысль Как благую весть Некуда выше Лучше остаться здесь В торфе И глине Вязко Смолу Болот Месить Ветхая Минит Вечная Воскресит Петр Неуемный Гор Слагал Каргин Кузни И дом Казни И батаги Тяжесть Будущее Творим Радуй Ветхая Многие стихи Многие стихи Которые Вы сейчас Услышали Они Опубликованы В этом журнале К сожалению Публикация Состоялась Уже Посмертно Вот А я Читая стихи Оксаны Всегда удивлялась Как много В них Выразительных Средств Какие у нее Необыкновенные Рифмы И Вся эта Акцентная Паузная Ритмика Всегда Меня Привлекали Я вот Прочитаю Вам Некоторые Ее рифмы Вы тоже Удивитесь Например Интеллигентская Генами Спесь Петь Засахарит Знахарю Пергамент Богами Отделив Сердолик Кочелье Учебник Невский Неофрески Стрекозины Лимузинами Романтик Варианте Достоинства Смоковницей Но здесь есть И ассанансные Рифмы Интересные Также и метафоры Можно находить В ее стихах К примеру Луч Несгибаемый Пальцы Сует В раму Оконца Реже Ссоры И споры Реже Жизни Круги Не повернись И не прыгни В бок Мир И без этих Движений Резок Мы Отыскать Должны Как трое Эквивалент Божественной Любви Я хочу Пригласить На эту сцену Юлю Гордееву Юля Очень Тоже много лет Знала Ассану Вместе Читали Степени На одном Дворческом Мероприятии Юля Поэт Также путешествует По России Активно Была в Крыму И тоже По многих странах Пожалуйста Юля Тебе слово Спасибо Спасибо На 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 Делать Дом Музей Бурока И Тогда Я посмотрела В ее Глаза И что-то Интуитивно Почувствовала Что Будем Дружить И что Как-то Окажемся Крепко Крепко Связаны И так Получилось Что Мы Особенно Сильно Дружились Последние Годы Ее Жизни Наверное С Семнадцатого Года И Постоянно Собирались В книжной Лавке Писателей И В столовой Номер один На других Вестах На Творческих Вечерах Оксана Была Чудесным Человеком Замечательной Очень Доброй Душевной Подругой И Что Ценность Ней Можно Всегда Посоветовать Поделиться И Насколько Сильный Человек И Поделишься С ней Какой-то Проблемой И Становится Легче Чувствуешь Ее Поддержку Теплоту И Силы Внутренние И Мы Часто Говорили О жизни О творчестве С Майаной С Олью Соченой Абсаночка Была Как солнышко Всегда Освещала Вот Носила Такие Положительные Флюиды И Действительно Вот Как бы Все встречи Были Чудесные Такие Замечательные И Нас Объединяла Любовь К Питеру Я Я Очень Люблю Путешествовать Но Питер Думаю Что Постоянно Было бы Трудно Жить В Другом Городе Вот К Питеру Привязано Всей Всей Души И Оксана Очень Любила Питер И Тоже Любила Путешествия Европу Италию Ну Я Не успела В Германии Побывать Но Вот Италию У нас Одинаково Силочек Любили Пицеллию Сиракоз Это Армена Рим Вот И Когда Вот Еще Не забуду Вот Поездку Нашу Тогда У меня Как-то Не было Мысли Что Это Последний Раз Но Перед Тем Как Оксане С Марьяной Надо было Ехать В Германию На гастроли Им Нужно Было Открыть Визу Мы Поехали Вместе В Финляндию А у Меня Виза Была Давно Уже Открыта И Я Сначала Закапризничала А что Я Поеду В Лабиранду Если Я была Там Уже Много Раз И Девочки Говорят Вот Такое Пречувствие Ну Давай Вместе Будет Дружнее Вместе Намного Веселее Интереснее Все Самые Достопримечательности Посмотрим И Действительно Вот Эта Поездка Такая Чудесная Произошла Тогда И в Кафе Сидели У Майоши И Кнабережной Начали Лабиранты И Был Зимний 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 День Февральский А солнце Светило И Какое-то Вот Ну Только Тепло Душевно И Не Нагуляться Нам Было Мы Даже По-моему Еле-еле Успели На автобус Буквально Несколько Минут Оставалось Последний Раз И Еще Вот Помню Когда у меня Была презентация Книги Книга Стихов Любимой Мири Которая В конце 19-го Года В книжной Лавке Писателей Оксана Смолян Меня Здорово Поддержали Вспомнили Дуэтом Мелодия Сердца Несколько Петен Моих Любимых Сара И Леандра И Еще Стихи Прочитали И Тогда Вот Тоже Мы Долго Говорили О творчестве Вот И Оксана Меня Поддерживала Очень Говорила Не бояться Находить Новое Что-то Открывать Такое Интересное Вот Быть Как Можно Ярче В то же Время Естественнее Тогда Люди Полюбят И Я Посвятила Вот Ей Как Получилось Два Стихотворения Написала Хотела От От Себя Не Сберегла Не Уж Твои Песни И Стихи И Взгляд И Скрыться Жизнь На Портрете Прости Жи Безразличных И глухих А для родных друзей твой образ светел. И каждый раз, когда настигнет грусть, Я искренне вспомню разговоры и взгляд твой, Полный жизни и задора, которому незримо покорюсь. И вот еще одно стихотворение, Он действительно как солнышко мясное. С солнышком нежным и сквистым Нам освещаешь ты путь. В мире заносчивым глистом Ты не даешь утонуть. Сколько напутствий советов Нам, дорогая, дала Море добра и тепла, Необозримость сюжетов. Строки-бунтарки бегут, Не обсудить их с тобою. Но не изменим маршрут. Соединились душою, Крылья стремятся взлететь. Ты отворила просторы, Сквозь будни дней коридоры, К птицу вызываешь запеть. И вы знаете, я хочу сказать, Что в трудные минуты жизни, Когда надо посоветоваться, поделиться, Я обращаюсь к Оксане. У меня такое ощущение, Что она никуда не уходила. Просто вот уехала, А так она рядом с каждым из друзей, близких, Помогает, поддерживает. И как ясное солнышко освещает путь каждого. Пусть всегда ее будет. Помните, любите. Спасибо большое. Очень трогательное выступление. Я тоже вспомнила все наши поездки, Встречи, разговоры и о жизни, и о философу. Всегда Оксана так глубоко к каждой теме относилась. Она была невероятно интересным собеседником. Мне ее очень не хватает. Я, пожалуй, даже не знаю, Кого бы я могла назвать из своих друзей, Современников, с кем я могла бы обсудить Такой широкий диапазон темы. Могли говорить и о вере, и о космосе, И о творчестве, и о личном, и о психологии. Всего не перечислить. Спасибо, Алина, за выступление. Спасибо, дорогая. А я хочу пригласить сюда Оксаниных коллег По экскурсиям, которые тоже ее очень хорошо знали, Которые тоже являются очень близкими друзьями. Может, кто-то из них хочет взять слово, Тоже что-то сказать. Лена Кучина, Татьяна. Да, интересная. Да, может, еще кто-то. Сейчас у нас, можно так сказать, Свободная уже программа. То есть, кто хочет выступить, Что-то сказать об Оксане, Или прочитать стихи посвящения, Теперь уже в порядке, В свободной очереди. Ну, а в завершение мы еще вместе с Настей Исполним одну песню, И с тобой репертуар, Которую мы с Оксаной исполняли. Поэтому прошу, вот кто-то. После вас. Тебе тогда уже, если кто-то еще хочет добавить, Если кто-то слово буквально сказать, И вот. Почитай. Это полная неожиданность, Что нас пригласили. Спасибо большое. Слушай, вот я слушаю вас всех, да? Кухолку, талантливые люди, потрясающие. А вы знаете, а с Оксаной, Ну, не то, чтобы мы этого не замечали, Но мы как-то так легко к этому относились, А вот ушел человек, И как-то все больше и больше понимали, Что рядом с тобой был великий поэт. А мы ездили там во всякие поездки, Всякие римы, Сидели в кафешках, обсуждали, Ерунду какую-то обсуждали. Ну, на самом деле, я вот, кстати, думала, Когда уже сюда собиралась, Я думаю, что то же самое было И в кругу Ахматовой, и Цветаевой. Слушай, они только о возвышенном говорили. Они говорили, они просто жили, А у нас остается то, Что остается в сухом остатке. А оказывается, ты жил рядом с гением. Ну, продолжаем это жить так же, да? Вот я считаю, что и Марьяна совершенно гениальный поэт. Просто я с ее стихами знакома немножко больше, Чем всех остальных. И, я уверена, столько талантливых людей. Спасибо большое. Ну, что надо Богу благодарить, Что Оксаночка с нами рядом была. Ну, вот о Петербурге, соответственно, я уже прочиталась. Такие яркие и интересные по рифме и по содержанию стихи. А сейчас я вот отобрала стихи, которые нравятся мне, И которые вот духовные составляющие, Как, мне кажется, на мой взгляд, человека. Однажды в роковые времена нам станет ясно, Что любовь одна, А свет ее зверям и людям светит, И мы одни на маленькой планете. Давайте же начнем ее беречь, А струны сердца и родную речь Мы обличем не приходящей властью, Звучать и даровать земное счастье. И царь Давид знавал часы сомнений, И Соломон гадал, как быть ему, И в помрачении ума бывает гений, Когда весь мир спускается во тьму. Но видит Бог, светила не погасли, Жизнь восстает из глиняных глубин, Гончарный круг Творца, Мария, Ясли, И в каждом облике воскресший сын. Жизнь продолжается, А что не в масть легло, Легло в ее глубокую основу, И все на свете повторится снова, И снова станет на душе светло, И выведет на прежние пути Торжественный октябрь багрянародный, Как хорошо, что мы еще свободны, Взмыть и упасть, остаться и уйти. Бог благ, и все решит идти его путями, Доверчиво ступать по утренней стерне. Всего не можем знать, что приключится с нами, Но думать и просить достаточно вполне. И есть во всем своя глубокая основа, В быту, в любви, в делах, И бездень тот язык, В котором наша жизнь не повторится снова, В котором бренный мир вращаться не привык. Так будь благословен момент расхожих истин, Что, вспыхнув, нам велит вновь обрести себя И продолжать идти сквозь страсти и корысти, Ловя счастливый миг, прощая и любя. Живем, как дети, как зверье, Планеты, чувствуя огромность, И радостная жизнь ее бурлит, Отнемущая полность, От яда городских трущоб Спасают поезда и дачи, В чищобах размекает сног, Глядит и думает иначе, Живых корней подземный сок Питает сморщенные души, И падший мир дает за руку Любви вселенной не нарушить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В очень многих стихах, в конце, конечно, Слава говорит о любви. Вот, я думаю, что сейчас пришло время Исполнишь нам песню вместе с Настей, да? Или ты еще хотела бы прочитать статью? Да, я хотела бы перед песней А, прочитать, рассказать статью и прочитать. Хорошо, а песня тогда дальше. Мои мамы были опубликованы В международной антологии, Посвященной переживаниям людей, Связанных с коридом. Называется книга «Король корид». Этот проект курировала, Насколько я знаю, Подруга моей бабушки, Маминой свекрови. И недавно она прислала Небольшое эссе, статью Про маму, перемешку со стихами. Прислала на немецком. Моя бабушка перевела эту статью, Я отредактировала. Я хотела бы вам ее прочитать Как завершение вечера. В конце там будет небольшое Небольшое описание того, Как, видимо, личные впечатления От переживания от ковида. Как это видится? Потому что действительно Не очень просто С точки зрения психологической пережить. И я все это прочитаю. Оксана Алексеева умерла от ковид. Но я никогда ее не видела. Она была невесткой моей подруги Из царского Сава, Город Пушкин, Подпетербург. У нас с Оксаной был контакт По электронной почте Или телефону. Ей очень хотелось Публиковать свои стихи В этой международной антологии. Я читала стихи, Испытывала радость. Они очень живописны, Красочны, философичны. Эти стихи образы. Философская велика. Она писала. Я часто думала, А кто дал нам этот язык, Чтобы как-то превратить Ощущения в звуки? Откуда берутся стихи? Как становятся поэтами? Как писать стихи? Это большая школа жизни. Русская поэтесса и переводчица Оксана Алексеева Родилась 20 августа 1969 года В Ленинграде. Она училась в художественной школе, А потом выучила немецкий язык. Ее стихи и переводы с немецкого Были опубликованы В различных российских изданиях. В 2014 году был опубликован Первый собственный том стихов. После окончания факультета культурологии В Ленинградском педагогическом университете Она работала гидом И занималась в немецких стихов На русский язык. В декабре 2020 года Она заболела ковид. 19 декабря 2020 года Ее не стало. Оксана жила в царском селе. В месте, где в прежние времена Жили русские поэты Александр Пушкин, Федор Тютчев, Анна Ахматова, Николай Гумилов. Оксана писала о царском селе. Некоторые стихи уже здесь звучали. Нежнейших красок царского села, Розрачных сумерек, Литвей ажурных, Я ничего прекрасного не нашла, Делаю бронзовые с разбитой кухней. В царском селе много дворцов И большой пар. Как когда-то Пушкин и Ахматова Оксана любила гулять осенью В серди золотых листьев И писать стихи. Вот и вторглась в душе В владении прозрачной осенью. Забросала меня на макушке Шуршащей листвой. Ветер в сизу удар Охреные охарки уносит. И тоска ледяная Накрыла меня с головой. В 2020 году в России Приходит смертельная болезнь ковида. В период с марта по август 2020 года Оксана Алексеева Пишет стихи о жизни. Любовь очень важна В это тяжелое время. Как обрели огонь В колыбелях каменных, Как допустились сердце, Пиду, вражду, Как из необоримых И непрекаянных Стали еще жесточе, Чем жар в воду. В своих стихах Она оплакивает смерть Актера Валентина Ивашенко, Который также умер от ковида. Оксана была духовно близка С этим человеком. Смерть — это драма, Потеряна. Всему свое начало, Свой конец. Пусть будет скорбь Утратиться размерно. Коронавируса — Такой венец, Нечаянно надетый В драме скверный. Ты нас на торжеще Не позовешь, Ведь за твою Светящуюся душу Потребует хором Немедлый крош. Он будет песню Ласковую слушать. В прошлом году Лето было очень хорошим. Тепло, светило солнце, Распускались цветы. Но пандемия Продолжалась. А преступный коронавирус Унес в жизни людей. Люди ждут. Чего? Жизни, которая была У них раньше, Больше не будет. Оксана пишет В августе двадцатого года. Я жду стиха И музыки в стихе, И шороха Таинственного слова, Когда душа На древнем языке Заговорит С незримой гостьей снова, Как будто ожил Почерневший рог, Где люди В саван вечности одеты, И радость Снова ткет себе вокруг И страх И песен Спаршейся планеты. Оксана Алексеева Железа в живых, Но ее стихи До сих пор читают. Ее стихи Остаются отвержены. Есть ли еще кто-нибудь, Кто хочет сказать Несколько слов? Тогда мы с Настей Вместе исполним песню В заключении Розы. Песня о розах. А? А сейчас, да? Да. Хорошо. И работаем. Знаете, я вот Квуму Не довелось Познакомиться с Оксаной При жизни, Но я столько Слышала У меня теплых слов От Марианы. Я видела на ютубе Их выступления И прочитала Вот эту статью В Невском альмонахе И сейчас вас всех послушала Это просто невероятно Насколько Чистый, светлый, глубокий Человек Был Ходил где-то рядом И мы с ней У нас получается Будет разница Очень жаль Что вот Искренне жаль Что она довелось Познакомиться Но Очень здорово Что после нее Остались Вот эти Стихи Ее Статьи И книги И Мы сможем Вот так вот Собраться Встретиться И помянуть ее Добрым словом Спасибо Спасибо всем Аплодисменты Аплодисменты Спасибо Можно тоже Конечно Порус Слов Город Представьтесь Здравствуйте Меня зовут Маша Это Катина Подруга С Катиной Мамой Я к сожалению Так же не была Знакома При жизни После того Что случилось Я Познакомилась С ее творчеством Была Голубоко Потрясена Дем Какая Катина Извините Я благодарна Судьбе Что У меня Искатель Она Родила Прекрасную Додочку Из-за Потому Что она Была Поэтесса Она Родила Прекрасных Детей Спасибо Спасибо Еще хочу Представить Наталью Шмидт Певица Прекрасная Сокрая Концертные Дети Сокрашение Много Конфорта Оксана Тоже Была Знакома Спасибо Большое За такое Представление Я не очень Честно говоря Я хотела Сегодня Наглубить Но С Оксаной Связаны Еще не только Поэтические Вот такие Как сказать Разговоры Знакомства Но Еще и Личного Моя Мама Эмма Шмидт Хомич Оксана Хомич И когда-то Мы с ней Познакомились На мероприятии В русско-немецком Центре Встреч Где я Восемнадцать лет В общем На сегодняшний момент Даже больше Чем Восемнадцать лет Сотрудничаю С этим Центром Очень плотно И Оксана Там часто Бывала Вот И Естественно Немецкая Тема Тема Немецкой Поэзии Тема Немецкой Музыки И Вообще Все Вот это Творческое Петербургское Знаете Петербургский Немецкий Так сказать Вот этот Квартал Да Это было Тоже Все близко Для нее Мы встречались Там В русско-немецком Центре Встреч Мы встречались Потом На многих Мероприятиях Которые Вот у нас Мы Оттуда В доме Национальности Да В каких-то Библиотеках Потом По мероприятиям Различным Абсолютно Вот связанным С национальной Темой Это настолько Все тесно Переплетено Но конечно Вот это Наше Первое Знакомство С ней И удивление Вот такое Какое-то Знаете Внедрение Друг в друга Именно Произошло В момент Не когда Она подошла Ко мне И спросила Наташа Я Ну Уважительно Все мы Незнакомы На вы Какое-то Время Говорит Наташа Я слушала Вашу песню Лили Марлен И Я хочу Вас попросить Можно ли я Исполню ее В другом Варианте Это не моя Песня Я ее Исполняю В таком-то Варианте В переводе Натальи Краунер То есть Это Наше Личное Так сказать Вот Творчество Да Но песня Она Общая Мировая Пожалуйста Вот Это Отношение Изначально Человека Который Тоже Творческая Личность Более того Она Старше То есть Она Подошла И спросила Можно ли Потому что Вы настолько В этом плане Известны Что я должна У вас Спросить Вот о чем Это говорит Как о человеке И потом Мы уже Общались Потом Мы уже Встречались Тоже Ну не На совместных Допустим Да Вот как говорили Вот с Марианной Допустим Мы в других Местах встречались Они работали В других Проектах Но буквально Накануне Смерти Оксаны Она мне Позвонила И ее Я уверена Что все знают Про это Что ее удручала Вот эта ситуация С пандемией Да Ну конечно Все это все Понимают Теловек Который связан С гущей Людей Который активный Который Весь творческий Он в этом живет Он этим живет И тем более Кто связан За границей У меня бабушка В Германии Допустим Мы не могли Поехать к ней Ну никак Не могли поехать К ней Она умерла Там без нас У меня сегодня Вот я говорю Не хотела Говорить У меня сегодня Ровный месяц Со смерти Моей мамы Эммы Шмидт Комич Вот как Как это Можно понять Это стечение обстоятельств Дат Фамилии Не связанных С друг с другом То есть Вы однофамильцы? Однофамильцы Они не родня Что ты вопрос Такой напрашиваешь Они не родня Вот в чем О чем и разговор Она подошла ко мне Познакомиться Как с исполнительницей Песни Леви Марлен И попросить Вот это было Ой Чтобы не соврать Это было лет Шесть назад Наверное Вот И потом Мы с ней Разговаривались И она сказала Что хомич Хомич И вибрации 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 Пошли Как хомич Моя мама Хомич И пошло И пошло И пошло Так как это бывает Понимаете То есть нет Как И потом Мы с ней Периодически Созванивались И вот буквально Я говорю Накануне Я даже помню Где я была В это время Вот вы говорили Что встречались Там-то 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 В первой столовой Часто сидели Вот на Грибоедовском канале Да На канале Грибоедова И вот я как раз Была на этом канале Грибоедова И она мне позвонила И говорит Наташа У меня есть к тебе Такой вопрос Вот там С русско-немецким Центром встреч Вот с этой пандемией Там как Что Потому что У нее были планы Провести там мероприятия Какие-то Еще что-то То есть Может мы что-то Еще вместе придумаем Там Как вообще С курсами немецкого языка А вот эта тема была Между нами тоже И я говорю Оксана Я пока ничего не знаю Все как-то вот так Все Ну сами понимаете То есть Все закрыто Все Все в абстракции Все где-то Что-то вот так Примерно И она говорит Ну если ты что-то Как-то узнаешь Давай вот там Попробуем дальше Дальше Еще В этом ключе Я говорю Конечно Да И вот Тоже Марьяна Не даст соврать Что это было Просто полнейший Шок Что произошло То есть То есть Это настолько Вот так По щелчку Буквально За несколько дней До Разговор с Человеком Полным Идей Это было Нет До этого Конечно То есть Вот До этого Естественно То есть, я говорю, это где-то было, может быть, начало ноября, вот так. То есть для меня это было быстро, очень как-то быстро. Ну, знаете, как недели текут, ты живешь, вот так, вот так, вот так, куда-то бежишь. Это было просто как будто позавчера разговаривал, а завтра еще что-то произошло, а послезавтра, оп, и как, и что. Ну, это все не так было. Ну, естественно, это было не так. Я имею в виду, что, как бы, такое ощущение было, чтобы быстро время строить. Но она как раз звонила и говорит, я хочу как-то вот. В начале ноября было еще все хорошо? Да, это было где-то начало ноября. Ну, так сказать, видимо, хорошо. Ну, она звонила, я ее не видела внешне, я говорю, я была в первой столовой. Мы встречались в одном, мы встречались 16 ноября, и, ну, что-то было, но мы не помнили, что это она. Ну, то, что она хотела что-то делать, и то, что у нее было желание, вот она, видимо, узнавала, 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 она была полна. Вот это было. Нет, мы все не согласны, что никакого даже намека не было. Нет, если мы понимаем, о чем мы говорим, то этого, я говорю, я была в шоке. Она была, она была очень же мне любимая, от нее это, вот, видите, в солнышко ее родило. Она, знаете, родители, видела, можно сказать, это божье отражение. Она приходила и видела талант и не завидовала, а, я говорю, даже вот со своей стороны, да, мне даже было не то, что удивительно или там как-то, но она говорит, я вами так восхищаюсь, вот я вами восхищаюсь и я хочу с вами общаться от того, что восхищаюсь. Я говорю, ну, что вы, что вы, там, давайте как-то, ну, вот, вот это так, это очень высокий уровень духовности. Вот по-другому я просто, не знаю, как, всем, кто знал, кто дружил, кто, уж в семье-то это вообще, даже нет вопросов, какие мои соболезнования. Я говорю, вот так вот, раз, вот тогда, то практически, вот месяц, когда мама уехала, тоже от этого же заболевания, ну, вот, которое сейчас было озвучено. И вот, то, что сказали, солнышко, вот она, солнышко. Ну, большое дело, простите, я хочу сказать, немножко, ну, как бы, постарше. А может быть, вы, дитя? Да, нет, да. Любовь Тарасова Никитина, тоже поэтесса, бамовец, романтик, так себя называют. Нет, я, я же ее лично не знала, но судя по вашему разговору, по восхвалу, вот, Маташина и прочее, я хочу сказать, что жизнь продолжается, и какое счастье, что у нее остались две такие замечательные девочки. Да, я тоже хотела сказать, что даже попросите выйти вместе, вместе, потом, извините. Замечательно. И, но, исходя из того, что я послушала уже Наташи, что жизнелюбимый человек, я тогда можно прочту стихи, которые к ней, скорее всего, подходят. Можно бы это сделать даже? Она звенящая струна, поющая волна, седая вьюга, стремительная вольности полна, мечта ее, как лучшая подруга. А жизнь ее, как горная река, вершина та, что снегом обеленная, душой цветущей яблони, сестра, и сердцем, что мечтою, окрыленная. Идет она, летящая, как птица, верность лебединую храня, взлетает ввысь серебряную нитью и напевает песни журавля. И те рассветы, что подавит жизнь, даст из заката в яркое цветение, любовь идет одною на двоих, сквозь радуги счастливое плетение. То озарение, шедшее с небес, дающее минуты вдохновения и образа, стоящее в углу, пославшее душе благословение. Оксана Алексеевна, в музыке она Оксана Комич, то есть ее девичья фамилия Оксана Комич. Кстати, это происхождение фамилии, она украинская. И что интересно, мы с Оксаной исполняли несколько песен даже на украинском языке. Помимо того, что мы пели и русский репертуар, и немецкий, и одна песня была на английском. Но сейчас мы вместе с Настей исполним песню на немецком из репертуара, которую я исполняла под гитару вместе с Оксаной. Красные розы. Да, это любимая мамина песня. Спасибо большое, что вы сказали, что пришли. Очень приятно было послушать ваши чувства. И я очень рада, что память о маме светлая, и что она живет и будет жить всегда. Спасибо. 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 Также огромное спасибо за публикацию в журнале писателей России. Это все-таки очень большая читательская аудитория. В журналах много подписчиков по всей России. И вы можете приобрести здесь в этой редакции журнал со статьей о творчестве Оксаны. У кого есть желание. У кого есть желание. И я бы хотела представить главного редактора журнала Владимира Степановича Скворцова. Я хочу на память о нашем вечере. О вечере памяти вам подарить. На память календарик на будущий год. С Александром Сергеевичем. Вот я буду давать... Ну, давайте а сам очаровательное даме дам. Есте. Нет, их отдельно, пожалуйста. Если вдруг не хватит, то мы добавим. Нет, нет, нет. Пожалуйста. О, дочки обязательно. Слава Ильинична уже имеет. Спасибо. Всем досталось. Спасибо. Я бы сейчас еще хотела пригласить Катю и Настю, чтобы сфотографироваться. А потом еще всех для общих фотографий. Я тогда, конечно, счастье не поеду. И сюда придется наш... Настя, Настенька, встань вот так. Нет, встань. И сейчас, Катя, сейчас. Катенька, господи. Тихо, 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 тихо. Давайте мы скажем дочкам, сестрам, дружите, девчонки. Вот всю свою жизнь дружите. Будьте вместе. Рядом помогайте друг другу. Такая жизнь, ну, она всякая бывает, да. Вот вы столкнулись с таким горем. Поддерживайте друг друга. Это очень важно. От всего сердца. Молодцы, девочки. Очень замечательно. Замечательно. Спасибо, что пришли. Спасибо большое Мари Ане и редакции, что приняли нас. Мы... Сейчас будет общая фото. Да. И потом мы приглашаем всех на чаепитие. Моя ямочка. Так, только не замирайте. Только вот дышите, дышите, дышите. Конечно, конечно, конечно. Я почему поворачиваю, чтобы все, все, все ко мне попали. И ВКонтакте дружите. Будем дружить, да? Конечно. И всех увидим. И в Фейсбуке. И в Фейсбуке. И в Ютубе. И по жизни. И по жизни. Спасибо. У вас пленка никогда не кончилась. Нет. Я побежала. Да, да. Созвоните. Я побежала. То есть на сайте. А что ж? Можешь найти. Да. Кому-то нормам послать. Я думаю. Ну там как можно... Это немецкую песню. А, это у Ирины. И славы. Это мужу есть. Да. Есть. Да. Есть. На счёт манерских. И... А еще раз повторите, вы где живете? В Севастополе. В Севастополе. Девушка, которая объехала весь Крым. Вы машете мне рукой. Привет!